МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Ахтубинском канале время новостей. Студия Татьяна Фомина. Главная тема выпуска. По доходам и расходам в бюджете города изменения. Финансовый документ подкорректировали в связи с поступлением субсидий. Зима прощай. С лютыми холодами Ахтубинцы простились горячими блинами и жарким праздничным представлением. В программе народного гуляния были также игры, конкурсы, забавы. Выборы глазами молодых. Ахтубинские старшеклассники участвовали в тематической игровой программе «Мы будущие избиратели». На инвестиционном форуме в Сочи губернатор Астраханской области Александр Жилкин заявил ТАСС, что власти региона в этом году планируют привлечь в экономику области порядка 125-130 млрд. рублей инвестиций. Жилкин сообщил, что все инвестиции подтверждены и будут даже выше уровня 2017 года. В прошлом году было привлечено более 120 млрд. рублей. Из них только 50% относятся к нефтегазовой отрасли. Остальные – малый бизнес, сельское хозяйство, энергетика и другие отрасли. Губернатор также добавил, что в этом году ожидается увеличение добычи нефти в Каспийском море на двух месторождениях примерно на 6-7 млн. тонн. В 2017 году добыто было около 5,5 млн. тонн. Бюджет региона на 2018 год сформирован с профицитом в 2 млрд. рублей. Доходы составят около 37 млрд. рублей. Расходы – порядка 35 млрд. рублей. Ну а сейчас о бюджете города Ахтубинска. На минувшей неделе прошла его корректировка, поскольку увеличивается доходная часть, а вслед за ней, соответственно, и часть по расходам. Чем вызваны эти изменения? В связи с тем, что поступило предложение участия в программе формирования современной городской среды на территории муниципального образования в размере 50% областной и 50% местной бюджет, нам необходимо предусматривать сумму 15 млн. на софинансирование по этой программе. Дальше. Развитие дорожного хозяйства. Мы в городе Ахтубинск на 2018-2020 год. В сумме 16 млн. тоже это было предложение. Если мы предусмотрим в своем бюджете 16 млн., нам также с областного планируют 16 млн. Сейчас поступило уведомление с Ахтубинского района о том, что нам на 2018-й год предусмотрены межбюджетные трансферты на приобретение топлива 5 млн. 114 тыс., на развитие дорожного хозяйства 2 млн. 983 тыс., и уменьшена субсидия на 216 тыс. на дотацию на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности. Учитывая вот эти все доходные параметры, естественно, мы проводим и корректировку расходной части бюджета. Приток денежных средств плюс передвижки между статьями бюджета позволят увеличить расходы по ряду разделов, в их числе жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство. По жилищному хозяйству у нас увеличение на 2 млн. 160. Из них для оплаты исполнительного листа – это Щербакова, 15, демонтаж крайнего подъезда 1 млн. 291, и кредиторская задолженность – 645, газификация муниципальных квартир и обслуживание газовых входов в жилые дома. Уменьшение лимитов обслуживания уличного освещения – 3,358. Мы их передали чистому городу. Здесь мы сэкономили 18% НДС, который у нас, когда выставляешь торги, обязательно будет. Ликвидация несанкционированных свалок – 370 тысяч. Строительство линий электропередач – 1,5 млн. И компенсация расходов бюджета Астраханской области по программе формирования современной городской среды – 5 млн. То есть КБК-компенсацию мы перекинули на КБК софинансирование. Дальше у нас идет по разделу социальная политика, соцобеспечение населения – это тоже увеличенные расходы. 741 тысяча, из них 661 – матпомощь на газификацию квартир с 16-го. И 80 – это матпомощь гражданам по резервному фонду. Другие вопросы в области национальной экономики – 700 тысяч. Там у нас было 1,5 млн. На картографический материал, на оформление земельных участков, которые мы планировали по третьему участку. Но, к сожалению, до настоящего времени Минобороны эти участки не передали. Хотя документы находятся в области. По разделу физической культуры и спорт в размере 5 млн. 117. Вы помните, у нас в бюджете было заложено денежки на беговую дорожку. Теперь эти деньги с физической культуры сняли и перебросили на программу формирования современной городской среды. Через эту программу будет произведено строительство беговой дорожки на стадионе «Волга». Вопросы к докладчику были. Они касались оплаты исполнительных листов. Раньше бюджет тратил на это 1 млн. рублей. Теперь будет 1 млн. 200. Также депутаты озабочены падением акцизов. Было 13 млн. рублей. Сейчас на треть меньше. Я вам ответила, что акцизы нам рассчитываются в соответствии с законом Астраханской области, где установлен процент от количества реализации бензина, топлива, все, что есть, на территорию города. И этот процент рассчитывается, исходя из оформленных дорог в муниципальную собственность. Я звонила в наше казначейство, потом звонила в областное казначейство, и они сказали, пусть ваша администрация собирает налоги. Ну, наверное, мы так и сделаем. Это расчет через министерство. Что оформлено, так и идет. Как собирать? Администратором этого дохода является налоговая инспекция. Официально оформлено 95 километров, из них 47, ну, давайте так, чуть-чуть туда-сюда, в это, твердым покрытием, половиночка в таких. Но это то, что есть свидетельство о право собственности на эти дороги. То есть в регистрационной палате зарегистрировано. И дальше этот процесс идет? И дальше этот процесс идет, но пока вот два года мы этим процессом не занимаемся. Детально обсудив все вопросы, депутаты приняли за основу проект решения о корректировке бюджета на 2018 год. Большинством голосов двое воздержались. В тот же день районные депутаты обсудили изменения в бюджет муниципального образования Ахтубинский район. Об этом расскажем в нашей программе позже. Сегодня озвучу лишь изменения, произошедшие в составе районного депутатского корпуса. Ряды народных избранников покинул Виктор Татаринов. Теперь он занимает должность заместителя главы района по жилищно-коммунальному хозяйству. Сегодня в нашем эфире была программа «Актуальная тема». История о том, как действуют мошенники, чтобы завладеть материнским капиталом, не нова. Судебный процесс по этому делу длится уже несколько месяцев. Как нам стало известно, точка в этом громком деле будет поставлена 21 февраля. Завершающее заседание состоится в среду в районном суде. Мы продолжаем следить за развитием событий. Ну а теперь о праздниках. Есть в городе традиция масленицу отмечать. Целую неделю хозяюшки только и делают, что всякие вкусности готовят. И вареники, и оладушки. Однако центральное место на столе занимают блины. Ведь они символ солнца, теплого и ласкового. Солнечного света с каждым днем все больше. Стало быть весна не за горами. И зиму нужно дружно проводить. Зиму провожали масленицу гуляли, ахтубинцы на центральной площади города. Валенки скоро останутся в прошлом. Вместе с зимой, которую ахтубинцы проводили от всей души. И песни задорные пели, и танцевали. И хотя во время праздничного представления пошел снег, особого внимания на него никто не обращал. Ну подумаешь, зима тешится, ведь недолго и осталась весна не за горами. Веселый праздник, хороший праздник, светлый праздник. Поэтому самое главное всем светлого, хорошего настроения и веселья. Настроение праздничное, очень весело, очень здорово. Вообще наши артисты все замечательные, хорошо выступают. День замечательный, праздник хороший, веселый, все здорово. Неделя-то была блинная. Блинная, да, да, да. Блины пекли. Все неделю ел блины и со сметаной, и с пареньем. Но проводить зимушку все-таки следует с благодарностью. Немало радости она доставила любителям коньков, а также ледяных горок. До сих пор детвора резвиться, не накатается. А рядом уже качели-карусели кружатся. Весну мыслями уносят. Одна забава, другой лучше. Кому конфеты да сахарная вата, однако масленица – это все-таки блины. И простые, и с припеком. Хочешь с икрой, а хочешь с вареньем. Целую гору к празднику напекли. Насколько вкусные блины? Они очень вкусные. Они такие мягкие. На этой неделе я съела все блины. Сама. Сама стряпала и сама ела? Здорово. Да. Блины на этой неделе – мое самое любимое блюдо. С вареньем, особенно бабушкиным клубничным. Всех поздравляю с праздником. Масленицей. Чисто русские блины, но уже, наверное, с маленьким припеком, как говорится. И я так понимаю, что это наши красавицы, наши девочки, наши стряпушки, наши библиотекари. Это все сотворили такое чудо. Каждая библиотека пекла блины. И у каждой хозяйки, наверное, свой рецепт. Вот кто это сделал, Надежда Петровна, она стесняется, наверное. Она у нас самая хозяйственная. Самая хозяйственная. Самая, наверное, вот представляете, какая красота. Мне очень понравилось. Бесподобно. Молодцы девочки. Все готовят, все прекрасно. Ой, на морозе-то блины горячие, да вкусная красота какая-то, да? Ну, не горячие, но вкусные. С икрой? С икрой. Вот этот шлифчик кому еще досталась эта икра? Кому? С супруге досталась еще икра. Ну, как с икрой? Вкусно. Второй уже блинчик. Чтобы всем было по-настоящему весело, вовсю старались ахтубинские артисты. Большие да маленькие. А еще они угощали публику. Кто блинами, а кто баранками, тоже круглыми да румяными. Для праздника Масленицы все угощения хорошо. Наедаемся душой. Сегодня мы участвуем в праздничном концерте и дарим всем хорошее настроение. Сегодня самый любимый праздник, наверное, детей и взрослых. Это Масленица. Наш коллектив «Криничники» активное участие всегда принимает во всех мероприятиях. Но сегодня особенно радостно. Ели блины, пили чай. С удовольствием принимали участие в этом мероприятии. Тех, кто замерз, зазывал и скоморохи, приглашали согреться, поучаствовать в подвижных играх. Снежки, валенки побросать, да чтобы метко. А кто самый ловкий, да шустрый, тому призы. На Масленице они для всех одни вкусные блины. Перетягивать к ушам спешили не только мальчишки, но и девчонки. А затем все вместе бегали ручейком. Очень даже весенняя игра. И настроение было таким же. Великолепно. И ручеек постоянно двигается назад. Слышно песню за версту. Будем разгонять морозы. Дай мне в райскую таску. Масленица. Гай, гай, гай ясна. Масленица. Чтобы не повесла. Здравствуй, весна. Весна идет. Весне дорогу. Мы, наши творческие коллективы, подготовили замечательный праздник, чтобы растопить этот снег, чтобы скорее пришла весна, засветило солнышко. Сегодня все наши силы были брошены на это мероприятие, чтобы своим задором, своим теплом согреть души наши замерзшие от этой зимы. Я думаю, что праздник у нас получился веселым, задорным, теплым, светлым, несмотря на то, что шел снег. Но нам это было все равно, так как мы дарили людям праздник. С праздником вас, с наступлением весны, с прощенным воскресеньем, с Масленицей. Татьяна Фомина, Виталий Просочкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. Отпраздновали Масленицу и в подростковом клубе «Юность». Дети вместе с родителями напекли блинов, приготовили другие угощения и также вместе устроили проводы зимы. Было и весело, и вкусно. В шумной компании пребывал и Владислав Лихварь. На игровой площадке, а это целый стадион, разгар веселья. На праздник Баба Яга пожаловала. За Масленицу себя выдала, а дети разгадали ее хитрость. Да я Масленица, между прочим, самая настоящая. Девчонки и мальчишки в девятой школе добрые, Бабу Ягу не прогнали. Разрешили вместе с ними отметить древний славянский праздник, который несет свет и радость скорой весны. Ярко светило солнце, громко играла музыка, все участвовали в веселых конкурсах, бегали, прыгали. И хотя был приличный мороз, никто не замерз. Ваша организация, праздник прекрасный, деткам нравится, всем весело. Праздник проходит очень весело, дружно, как и всегда в клубе «Юность». Очень рада, такому празднику, молодцы, что такие праздники устраивают почаще бы. А какой праздник без гостей да потех. И сюда пришел Мишка Косолапый. Вместе с детьми Михаил Иванович пустился в пляс. Разыгрались, про Масленицу чуть не забыли. Приди, Масленица, дай нам Масленица, мы блинков горячих напечем, нам метели и морозы ни почем. Масленица пришла. Ее приодели, украсили и вновь хороводы закружили. А какой большой праздник в Руси без забав молодецких. Принесли канат корабельный и давай его рвать. В одной команде самые сильные силачи, а в другой – девчонки-красавицы. И раз, и два, и три пытались мальчишки перетянуть канат на свою сторону. Не получилось. Красота силу победила. А тут и блины поспели. Всех-всех с пылу с жару Масленица угостила не только блинами. Пряниками сладкими, да баранками свежими, румянами. Через недельку будет праздник казахский на Уррыс, который сочетается с этим праздником – встреча весны. Сегодня мы весну встречаем блинами и вот таким замечательным праздником – встреча Масленицы. А наш казахский праздник встречается баурсаками. Как вы видите, у нас поселок Ахтуба многонациональный. Мы все живем дружно, мирно. И если бы было так дальше, то я думаю, что не было бы войн. И было бы у нас все прекрасно. Тут настало время расставаться с Масленицей. Прощались, но не стали ее сжигать. Мы ее не сжигаем, потому что она еще к нам прилетит. Она сейчас у нас улетает в другие края и вернется, обязательно вернется. После съемки на память о веселом празднике поспешили в свой клуб, где блины всех давно ждут. За столами там и тут горы блинов с начинкой, с медом, вареньем, с гущенкой и, конечно, со сметаной. Очень вкусные с джемом. Блины очень вкусные и Масленица хорошая была. Очень вкусно было и весело. Мы там тоже побывали и нас блинами угощали. Всего доброго желали. Всех с праздником, с Масленицей, всем здоровья, счастья и побольше улыбок. Владислав Лихварь, Анатолий Калинкин, Татьяна Дубинина, Ахтубинск ТВ. У юных художников были свои блинные деньки. Они совмещали вкусное с полезным. Одно из занятий прошло в форме открытого театрализованного урока. Педагоги позаботились, чтобы учащиеся не только блинов наелись, но и знаниями напитались о смысле и традициях праздника. Татьяна Заяц все это запечатлела. Открытый рок, посвященный празднованию Масленицы, был организован совместными силами художественной школы и филиалах художественного училища имени Власова. В одной аудитории собрались самые младшие воспитанники школы, обучающиеся первый год и студенты училища с первый по четвертый курс. Яркие костюмы, русская народная музыка и улыбки на лицах создавали здесь особую праздничную атмосферу. Дети готовились к мероприятию заранее на уроках преподавателя истории изобразительного искусства Ларисы Басанговой. Вообще по программе, конечно, нет этой темы, но мы обязательно ее затрагиваем. Перед тем, как начать урок, я обязательно начинаю с того, что дети у нас на этой неделе Масленицы. Давайте поговорим о ней. Когда пришел этот праздник, народный праздник, православный праздник. Когда нам силы праздновать, с чем связан этот праздник. Поэтому они знают курсы всех праздников. И когда сказали, что участвовать надо, они все с удовольствием сразу отозвались и сказали, мы найдем костюмчики и все. Мы выбирали костюмы, чтобы подходило под... По веселью, чтобы по настроению. Они были веселые, радостные, что-то яркие, что... Совпадало с праздником. Да. Праздник же веселый. Ребята собрали множество интересной информации о старинных традициях и обрядах, связанных с проводами зимы и встречи весны. Шуточная сценка, как блиночек помог весне, подарила зрителям забавную версию о важности масленичных блинов. Согласно этой версии, круглое желтое угощение вполне способно заменить солнце, украденное злыми силами, символизирующими зиму. А ты кто такой? Привет всем, я блин-глиночек. Посмотрите на меня, на солнышко похожее. Такой же грубый и румяный. Мешонное масло со сметаной. Солнышко на время заменю. Свет, тепло на время пролью. И будет вам весна, веселье и хорошее настроение. Также гости мероприятия узнали о том, почему у каждого дня масленичной недели есть свое особое название. А затем настало время для игры веселья. Кто узнает и кто скажет, сколько здесь сушек, тот получит сушки. Ну? 20. Ну? 40. Ну? Около 8 тысяч. Нет. Он разогнул, а? 40. 40. 40. 40. Я думаю, что это лох. Младшие дети с удовольствием участвовали в играх и потешных конкурсах. Пели тематические частушки, читали стихи и дружной компанией водили хоровод. Начинающие художники считают, что праздник Масленица один из самых веселых. Потому что на этот праздник едят блины, и все ходят радостные. Да. И все доброжелательные друг друга угощают много. Много игр на эту вот Масляную неделю. Масленица состоит настроение, ну, радости, что такое энергетика так связана с этим праздником. С унцем из блинчика. Да. И действительно, какая же Масленица без блинов. В соседней аудитории для всех участников праздника были накрыты столы. Самоваром, блинами и другими угощениями. И пусть на улице все еще стоят морозы, юные художники уже почувствовали скорый приход весны. Приходит весна, все расцветает, все зеленеет. Солнце ярче будет светить, что не как зимой, тускло. Хорошее настроение, потому что скоро заканчивается третий четверть. Скоро каникулы, четвертая четверть и лето. С мечтой о лете Татьяна Заяц, Евгения Еловенко, Ахтубинск ТВ. Сегодня у православных начался пост. Самый большой, самый строгий, слово великий. Продлится он до Пасхи. В этом году праздник Воскресения Христова приходится на 8 апреля. Церковь призывает верующих в это время быть умеренными в еде, исключив из своего рациона мясо, молочные продукты, рыбу и яйца. В первые два дня поста, а также в последний, рекомендуют вообще не есть. При этом следует помнить, что пост – это добровольная жертва Богу. И жертва эта должна делаться из любви. Третье воскресенье февраля – День молодого избирателя. Направлен он на привлечение интереса молодежи к выборам. В школе номер один к этой дате приурочили игровое мероприятие, в котором участие приняли старшеклассники. Насколько четко они усвоили, что в скором времени получат право избирать, а также быть избранными, выясняла Елена Печенко. Еще в начале XIX века посланник Сардинского королевства при русском дворе граф Жозеф де Местер писал своему правительству о новых законах, установленных императором Александром I, и говорил, каждый народ имеет то правительство, которое он заслуживает. Возможно, что Сардинский посланник перефразировал известную фразу философа и просветителя Шарля Луи Монтеске из его сочинения «Дух законов», где говорилось, каждый народ достоин своей участи. Так или иначе, но смысл в этом есть. Россия уже более ста лет не монархическое государство. Сегодня главу страны, руководителя регионов и муниципальных образований народ выбирает сам. Во многом этот выбор зависит от активности избирателей. Игровое мероприятие «Мы, будущие избиратели» в школе номер один проводится не впервые, и каждый раз оно находит отклик у ребят. В жизни мы часто делаем какой-то выбор, от которого многое зависит. В том числе выборы президента или членов Государственной Думы. Этот выбор очень важен, поскольку именно от этого выбора зависит наше будущее. Каждый человек, голосуя на выборах за того или иного претендента, делает выбор не только за будущее кандидата, но и выбор своего будущего. Ведь выборы – это неотъемлемая часть существования любого государства. Не всегда обычные люди могут просто взять и высказать свое мнение по поводу политической ситуации в стране. А выборы предоставляют такую возможность. Выборы – это и способ оказать доверие кандидату или политической партии, и возможность исполнить свой гражданский долг. Наша цель была ознакомить молодых людей, будущих избирателей, с законодательством Российской Федерации о выборах, порядке проведения избирательной кампании, а также привлечь внимание к выборам, повысить гражданскую ответственность и сформировать активную жизненную позицию молодых людей. Старшеклассники очень быстро вошли в роль кандидатов и даже поучаствовали в дебатах. Получилось и весело, и поучительно. Все мы смотрим Дома телевизора, мы знаем, что такое выборы, что такое те же самые дебаты. Сегодня мы продемонстрировали подобное, как это все происходит. Мы… кто-то узнал, кто-то уже знал о функциях, как происходят у нас выборы в стране и вообще политический строй нашей страны. Мы живем в демократическом государстве, где выборы – основной стержень демократии. Актуальна ли проблема выборов для молодежи сегодня? Ответ однозначный. Конечно, да. И для того, чтобы молодой избиратель сделал правильный выбор, необходимо просвещать молодежь. Мы набрались бесценного опыта, узнали для себя много нового. Я считаю, что нужно проводить такие мероприятия почаще. Мы учимся ладить друг с другом, показываем друг другу то, что они знали сами. Мне очень понравилось, и я бы пришла еще. Время мероприятия пролетело незаметно. Чувствовалась заинтересованность ребят в вопросах, связанных с выборами. И они точно уяснили, что если мы хотим, чтобы государство уважало своих граждан, то и мы должны уважать государство, гражданами которого являемся. Быть избирателем – почетное и непростое дело. Елена Петченко, Виталий Просочкин, Александра Рыбала, Ахтубинск ТВ. И это все новости на сегодня. Всем плодотворной рабочей недели, которая, к слову, будет немного короче. Пятница, 23 февраля, день выходной. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин